Празднование Нового Года 7 декабря 2017 года мэрия города Душанбе объявила об установлении на центральной площади столицы Таджикистана новогодней елки высотой в 25 метров, в то время как в предыдущие годы елка, если и ставилась, то значительно позже и без подобного официального объявления, что указывает на то, что продвижение празднования Нового Года стало частью внутренней политики режима. Следует вспомнить, что еще в 2010 году в таджикском обществе поднялись споры о целесообразности проведения подобных мероприятий, и большая часть населения склонилась тогда к мысли о том, что празднование Нового Года – чуждая для народа Таджикистана традиция, которая противоречит исламу. Как результат, в 2011 году председатель Совета улемов Таджикистана Саид Мукарам Абдул-Кадир Зада под влиянием общественного мнения призвал мусульман страны отказаться от празднования Нового Года. «Мусульмане должны придерживаться своих обычаев. Украшения новогодней елки, танцы, игры не являются частью нашей культуры. Празднование Григорианского Нового Года имеет религиозные корни. Не только противоречит законам ислама, но и традициям таджиков. У нас есть много своих хороших праздников», – заявил тогда он. Однако, впоследствии, в результате усиления антиисламской политики режима Рахмона, которая началась в 2012 году и продолжается, набирая обороты и по сей день, большинство исламских проповедников и носителей религиозных знаний либо попали в тюрьмы, либо были вынуждены покинуть страну. В итоге, уже в конце 2016 года Совет улемов под руководством все того же Саид Мукарама Абдул-Кадир Зада издал новую, противоречащую прежней фетву относительно празднования Нового Года. В ответ на вопрос одного из посетителей официального сайта Совет улемов, можно ли купить для детей младшего возраста новогодний подарок к Новому Году и не противоречит ли это правилам шариата, было сказано, ничего плохого в том, что родители в новогодние дни будут дарить подарки своим детям нет. Отмечать Новый Год – это традиция, а не поклонение. Данная фетва стала использоваться в качестве аргумента сторонниками дозволенности празднования Нового Года, однако она не изменила общественное мнение в Таджикистане относительно неприемлемости данного праздника, и народ в своем большинстве считает это чужим праздником, появившимся в регионе во времена русской оккупации Туркестана. Мы обратились с данным вопросом. к проповеднику из Душанбе Думулло Шокирхону за комментарием по данной теме. «В утверждение некоторых людей о том, что якобы в исламе отсутствует запрет на празднование Нового Года и это является светской традицией, не привязанной к каким-либо религиям и не содержащей чего-либо противоречащего исламу, являются несостоятельными», считает религиозный деятель. Запретность празднования любых неисламских праздников, очевидно, утверждена в исламе и его священных текстах и исходит из хадиса, ясно ограничивающего для мусульман праздники только двумя. «Идальфитр» – «иди Рамазон» и «идальадха» – «иди Курбон». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха сказал, «Воистину, Аллах заменил ваши прежние праздники на два других, которые лучше них – это день Аль-Адха – жертвоприношение и день Аль-Фитр – разговение». Дело в том, что в исламе постановление относительно поступка отличается от постановления относительно вещи. Касательно вещей и правды действует правило «основа вещах – дозволенность», что означает, что все вещи, которые не упомянуты в священных текстах, с запретом являются разрешенными. Однако в отношении поступков действует иное правило. «Основа в поступках – ограниченность законами шариата», что означает, что все поступки нуждаются в узаканивающем тексте шариата. А значит, хотя такой праздник, как Новый год, никак и не упомянут в хадисах и аятах, его празднование запрещено в силу ограничения для мусульман исламскими праздниками, и это «иди рамазан» и «иди курбон», это же касается и всех остальных неисламских праздников, считает Домуло. Независимые таджикские религиозные деятели подчеркивают, что о запрете празднования любых неисламских праздников однозначно высказались исламские ученые всех времен и всех мазхабов, в том числе и ханафитского. Ученый ханафитского мазхаба Аз-Зайлай пишет в книге «Табьин аль-Хакаик» «Недозволенные подарки на Навруз и Мехриган». Далее Аз-Зайлай приводит в своей книге мнение другого известного ханафитского имама Абу-Хафса аль-Кабир, родился в городе Бухара, у которого учился сам имам Сунны Аль-Бухари. Если мусульманин сделает подарок к Наврузу другому мусульманину без намерения почтить этот день, а просто по обычаю, то неверным он не становится, однако все равно не подобает ему делать этого, и особенно в этот день. Пусть дарит подарки за день до этого или после этого, чтобы не уподобиться этому народу. Ведь Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, кто уподобляется какому-либо народу тот из них. Таким образом, резкий поворот на 180 градусов со стороны Совета Муфтиев, который вынес светлу о дозволенности празднования Нового года, вызывает много вопросов. Объяснение, конечно же, кроется в той роли, которую играет Саид Мукаром Абдул-Кадирзада и его ведомство в Таджикистане сегодня. А это легитимизация режима и выполнение любого приказа Рахмона, независимо от того, соответствует оно Исламу и интересам народа или нет. Режим Рахмона же, в свою очередь, делает то, что в свое время сделали тираны других стран Центральной Азии, и пытается задушить Ислам и стереть его из идентичности нации, навязав народу не исламские традиции, чуждый образ жизни и культуру русского народа. Очень важно, что сегодня народ Таджикистана, несмотря ни на что, помнит свою истинную историю и культуру, которые исходят из Ислама, сохраненного для нас нашими предками в течение более чем тысячи лет. Хвала Аллаху, наш народ не поддается на давление со стороны секулярного режима и уловки придворных религиозных деятелей, хотя Рахмон, как мы видим, с каждым годом и наращивает темпы секуляризации населения, насаждения чужой для нас культуры и борьбы с Исламом и его проповедниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин